Райхенау Остров церквей на Боднанском озере Где низвергается рейн с альпийских вершин, Ширится к западу он, становясь могучим потоком, В сердце пучины той высится остров, Ауэ – имя ему. Так описан остров Райхенау на Боднанском озере. Описание восходит к IX веку и называется «Визиоветини» – «Видение монаха Вети». История, начавшаяся безобидно, перерастает в апокалиптический кошмар. Валфрид Штраба запечатлел видение монаха Вети. Но вначале он повествует о зарождении монастыря Райхенау. Молванием вскоре разнесется повсюду. Рыбаки заселили берега Боднанского озера очень давно. Вероятно, культовые сооружения первохристиан поразили их. Покорить людей куда легче, продемонстрировав им такую мощь. В 724 году в Райхенау приходит странствующий епископ Пермин. Он основывает монастырь бенедиктинцев. От первого деревянного здания ничего не сохранилось. Большинство монахов-бенедиктинцев происходило из аристократических семейств. У них были прекрасные контакты с франкскими королями. Так Райхенау стал одним из религиозных и культурных центров Европы. В 830 году при Аббате Хайта был сделан план монастыря – единственный уцелевший чертеж раннего Средневековья. Хайта, изображенная здесь, путешествует по миру и как епископ, и как доверенное лицо Карла Великого. Вернувшись на Райхенау, он строит крестообразную базилику в византийском стиле. Грандиозное сооружение – собор Святой Девы Марии и самая большая церковь на острове. И если какая-то часть тоскует по солнцу, окутана тенью стены, что ревниво скрывает лучи светила небесного, все ж уповает мой сад на цветение, не совершает земля бесплодных трудов. Написано в IX веке тем же Валлафридом Штраба – «Хортулус садик» – так названа эта книга. Первое сочинение по садоводству в Германии. «Видение монаха Вети» Штраба написал, будучи 18 лет от роду. Благочестивый монах описал здесь впечатления своего наставника Вети. Вети принял по своему обычаю благотворный напиток, укрепляющий здоровье. Но ощутил вдруг страшные боли, каких прежде не испытывал. Без сил упав на ложе, он закрыв глаза, но сон не шел к нему. И тут явился чудный ангел и повел больного к огненной реке. «Всякий, входящий в нее, мучается от жара, который никогда не остывает». Вети увидел священнослужителей, стоявших в волнах. Они были закованы в кандалы. «Кое-кто из духовных лиц, – сказал ангел, – «печется о земных благах и жадно цепляется за них». Райхенау в 895 году. Хайта возвращается из Рима после визита к папе. Он привозит драгоценную реликвию – голову святого Георгия. Санкт-Георг – это имя сохранилось по сей день. Для реликвии Хайта повелел выстроить уникальную часовню под алтарем храма. На стенной росписи главного нефа. Уже более тысячи лет прошло с тех пор, как эти фрески взывают к верующим. Каждый, входивший в церковь, мог созерцать чудеса, которые творил Христос. Глядя на них, он приближался к алтарю, внутренне готовый к причастию. Идя затем от алтаря, человек видел, как Иисус пробуждает и мертвых. С просветленной душой уходил прихожанин из церкви. Знаменитые книжные иллюстрации. В X и XI веках аббатство становится влиятельнейшей школой живописи в Европе. Изображение императора Аттона III – самый известный портрет средневекового властелина. Сборник литургических текстов, принадлежавший Генриху II. Здесь изображено воскресение мертвых. Книги делались на заказ и отсылались тем, кто мог позволить себе такие роскошные издания – епископам и королям. Ветий разглядел в руках нечистого чудесной дары и спросил, кто прежде владел ими. Ангел отвечал, что все это принадлежало графам, которые употребляли во зло данную им власть. Жадной пастью они пожирали слабых. В конце VIII века епископом Рейхенау становится Эгина из Вероны. При нем строится церковь в честь святых апостолов Петра и Павла. Его останки покоятся под этим надгробием. Почему Эгина построил церковь? Вероятно, после многолетних трудов ему хотелось провести остаток дней своих здесь, на Боденском озере. В начале XII века заново строят Санкт-Георг. Романские фрески восточной апсиды – последнее еще сохранившееся творение живописцев Рейхенау. В XVIII веке церковь перестраивают в модном тогда стиле – барокко. Собор Святой Девы Марии. Здесь центр некогда такого влиятельного имперского аббатства. Храм посвящен Божьей Матери и евангелисту Марку. Его мощи находятся в этом ковчеге. Реликвии. Сокровищница полна ими. Богатство Рейхенау. Византийский крест настоятеля. В нем пропитанные кровью земля Голгофы и деревянные щепки креста Господня. Сальве Регина, славься, владычица. Сочинено около тысячи лет назад Германом Неподвижным. Современники звали его Чудом Века. Рейхенауэрский монах был гением, универсалом. Именно он впервые разделил время на до и после Рождества Христова. После смерти Германа Рейхенау утратил свою значимость. Теперь не монастыри, а университеты влекли к себе жаждущую знаний аристократию. Буржуазия требовала прав, в том числе и жители Рейхенау. В XIV веке островитяне получили гражданские права. Кажется, здесь, на рыночной площади, устроили пир. Эта 800-летняя липа могла бы о нем рассказать. А также каркасный дом XII века. Он принадлежал Аману, судье, разбиравшему споры между торговцами. 1540-й роковой год. Монастырь передается в собственность епископату Констанции. Зависимость, потеря, влияние. Позднее, в 1803-м, секуляризация, церковные владения конфискуются в пользу светской власти. Последние монахи покидают остров. Значит ли это, что древней истории монастыря настал конец? Она забыта? Трижды в год колокола Собора Святой Девы Марии пробуждают обитателей Райхенау ото сна. А есть праздники, которые отмечают только здесь. Богослужение завершается торжественным шествием. Жители Благоговей нанесут по острову ковчеги со святынями. Это должно означать, что святые всегда сопровождают христиан на их жизненном пути. Мягкий климат здесь точно создан для виноделия. Райхенау – остров Вин. Уже 1200 лет назад Хайта велел высадить первые лозы. Судя по всему, напиток понравился аббату, ибо вскоре половина острова была покрыта виноградниками. До суровой зимы 1929 года. Тогда вымерзло почти все. После этого островитяне больше не стали уделять внимание овощеводству. Риск не столь велик. Итак, Райхенау – остров овощей. Климат от теплицы гарантирует до трех урожаев в год. Но кое-кто все же хотел бы вернуть былую славу острову Вина. Там, где нет пахотной земли и шума тракторов, сохранился райский уголок – камышовые заросли. Здесь вьют гнезда водоплавающие птицы. Но это жизненное пространство необходимо не только им. Зри, грядет день, когда явится Сын Человеческий, чтобы каждого судить по делам его. Лицо Вэти не пугало бледностью, взяв его за руку, можно было ощутить живое биение пульса, никаких признаков близкой смерти. Все уверенно предсказывали ему долгий земной путь. Он же, тем не менее, отвечал – «Нет, завтрашний день отлучит мою душу от тела». Предсказанию Вэти суждено было сбыться. Режиссер Райенхард Кунгель, оператор Дитер Вольф. Фильм озвучен фирмой СВ Дуполь по заказу ГТРК «Культура». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова